Это Ноябрьск 24. Здравствуйте! И мы готовы рассказать о главных событиях этого дня. Когда собака не только лучший друг, но и надежный напарник. В Ноябрьске впервые проходят окружные тренировочные сборы кинологов. 300 человек из 54 регионов страны. В Сочи проходит финал конкурса управленцев «Лидеры России». Кто представляет Ямал? И оглушительный мастер-класс «Как игра на ударных инструментах может довести до аритмии». И начну с истории, которая вызвала широкий общественный резонанс. Жительница Ноябрьска намерена привлечь к ответственности полицейских за гибель собаки. Питбуль Зевс погиб во время обыска в квартире хозяйки. Собаку застрелил один из стражей порядка. В правоохранительных органах утверждают, пёс бросился и даже успел укусить полицейского. Подробности скандальной истории и интервью с очевидцами штурма в материале Яны Джуз. В эту комнату Ольга больше не заходит. Здесь время как будто остановилось. А о том, что происходило вечером 6 февраля, напоминают только детали. У нас двери были закрыты, ну, естественно, как обычно. И начался резкий стук, выбивание двери. Там очень всё быстро происходило. То есть я еле успел взять камеру. Это был, наверное, шок. Я не знаю даже, почему так сделала. Я сама не поняла. Я просто взяла камеру и начал снимать. Съёмка, о которой говорит Ольга, длится всего 10 секунд. На ней мельком можно увидеть собаку, далее хлопок и крики хозяйки. В тот вечер Ольга находилась в квартире вместе со своим сожителем, фигурантом уголовного дела. Сюда, с обыском, на законных основаниях и нагрянула полиция. Они что-то пытались найти, но в ходе уже дальнейших разбирались, они осмотрели всё. Они ничего не нашли. Те вещи, которые искали, у нас в квартире не было. На кадрах, которые в тот вечер успела сделать Ольга, Зевс получил свою первую пулю в лапу. По официальной версии, во время оперативных мероприятий собака проявляла агрессию по отношению к правоохранителям. А на просьбы убрать животное владельцы не реагировали. После предпринятой первой попытки собака скрылась в одной из комнат. Когда сотрудники полиции прошли в помещение квартиры, продолжила совершать агрессивные действия в отношении сотрудника полиции. В результате чего был произведен второй выстрел, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье. Второй выстрел для Зевса оказался роковым. Собака скончалась. По словам хозяйки, о том, что планируется обыск в квартире, она не знала. А стука в дверь не слышала. Сейчас женщина вместе с юристом составляет все необходимые документы для обращения в суд. По ее мнению, действия полицейских были незаконными. Проверки проводят сразу несколько ведомств. Составлен административный протокол по части 1 ст. 19.3 КОАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствовании исполнению ими служебных обязанностей». Яна Джуз, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. А собаки, которые помогают обеспечивать безопасность, в эти дни готовятся к сдаче экзаменов. В Ноябрьске впервые проходят окружные тренировочные сборы кинологов. Они собрали представителей нашего города, Надыма, Нового Уренгоя, Губкинского и Пуровского районов. Собаки и кинологи готовятся к масштабному событию – выборам президента страны. Затем, как проходит подготовка четвероногих, наблюдала наша съемочная группа. «Это Спарта, ей 6 лет, и Спарта – дама капризная. Но эта немецкая овчарка отлично знает свою работу. Спарта – кинологическая собака. Она отлично ищет взрывчатые вещества или оружие. В рамках сбора Спарте предстоит сдать своеобразный экзамен». Немецкую овчарку на съезде сопровождает напарница Оксана Нестеркова. Их тандему уже больше 4-х лет. Кинолог признается, найти подход к Спарте удалось не сразу. Ушли месяцы на то, чтобы научиться доверять друг другу. «Долго искала, как к ней подойти. Она в первое время у меня еду не принимала. Я подношу ей угощение какое-то или просто покормиться. Она не воспринимала никак, она не отрицала полностью. Она лучше просидит голодная, но есть не будет». Работа у кинологических собак непростая. Они помогают обеспечивать общественный порядок на мероприятиях, ищут орудия преступления или наркотики. Спарта за свои 6 лет уже не единожды помогала полицейским. «Да, она приносила результаты. Один раз мы находили пистолет у преступника, и у нас еще была работа. Нам поставили один раз задачу найти в лесу стрельные гильзы. Определили территорию, и мы достаточно успешно практически все гильзы были обнаружены». Таких собак начинают тренировать с 5-7 месяцев. В этом возрасте щенки легче всего подаются дрессуре. Как правило, за всю свою карьеру у собак один напарник. Метод кнута и пряника здесь не работает. После каждого удачного выполнения задания животные поощряют. Спарта, к примеру, обожает портировочные предметы. Проще говоря, мячики. «Мы предлагаем собаке делать те упражнения, которые она хочет делать, но те, которые нам нужны. Что такое дрессировка? Дрессировка есть последовательное и планомерное приучение собаки к выполнению требуемых команд». В рамках съезда собакам предлагают то, что они лучше всего умеют – искать. Одно из первых заданий – найти муляж взрывчатки. Кинолог первым делом дает своему мохнатому напарнику ознакомиться с местностью, а уж потом вместе приступают к работе. Кинологам попадают собаки разных пород, но чаще других встречаются овчарки и лабрадоры. «Нельзя же говорить о том, что этот умнее, этот нет. Просто, допустим, кто-то идет в спорт, а кто-то идет в программисты. Правильно? Так же и здесь. В принципе, собака по ее основным типам высшей нервной деятельности, основным реакциям ее поведения идет отбор. Либо эта собака работает по запаховым следам человека, либо эта собака работает по поиску целевых предметов, взрывчатых веществ, либо наркотических». Особое внимание кинологи уделяют здоровью своих питомцев. Служебные собаки регулярно встречаются с ветеринарами. «Животное, если здорово, то истечения нету, ни из глаз, ни из носа. Шерсть невзъерошена, блестящая. При пальпации животное ни на что не реагирует. Если больное же что-то ее беспокоит, то она дает о себе знать». На пенсию мохнатые уходят примерно 8 лет. Но на этом тандемы с кинологами не перестают существовать. Просто четвероногие приобретают другой статус. «Животное, теперь уже члена семьи своего напарника». «Мой ребенок. Я ее, можно сказать, вырастила, конечно, там, ну, не с чинячества, но, по крайней мере, она была достаточно молодая, и, как бы, поэтому я не смогу ее так куда-то отдать». Яна Джуз, Александр Иванов, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Прокуратура напомнила, кто должен убирать снег и налить с крыш. Надзорный орган провел проверку по соблюдению правил благоустройства города. В итоге выяснилось, что не все образовательные учреждения побеспокоились о своевременной уборке снега с крыш. Хотя образовавшиеся наледи уже создавали угрозу жизни и здоровью людей. Предписания были вынесены в адрес семи учебных заведений. Должностных лиц привлекли в дисциплинарные ответственности. После вмешательства прокуратуры крыши школ и детских садов очистили. Прокуратурой города на системной основе проверяется организация уборки крыш как образовательных учреждений, так и других объектов, опять же таки с массовым пребыванием людей, расположенных на территории города Ноябрьска. За каждым домом невозможно уследить, но тем не менее, даже если граждане располагают такой информацией, то необходимо обращаться в том числе в прокуратуру, сообщать о таких случаях и в любом случае меры будут приняты. За уборку снега с крыш ответственные организации и предприятия, которые здания эксплуатируют. Что касается жилых домов, то за тем, чтобы угроза не свисала с крыш, должны следить управляющие компании и ТСЖ. 300 человек из 54 регионов страны в Сочи проходит финал всероссийского конкурса управленцев-лидеры России. О старте масштабного отбора кадров объявил осенью прошлого года президент Владимир Путин. Изначально на конкурс заявились 200 тысяч человек, до последнего этапа дошли лишь три сотни, а победителями станут и вовсе всего 100. 8 февраля в Олимпийском Сочи стал днем наставника. Среди них громкие имена, в их числе и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Опытные руководители со всей страны подготовили для участников различные задания. До 10 числа финалистов ждет интенсивная работа, и имена лучших назовут 11 февраля. Тогда станет ясно, кто получит грант в миллион рублей на дальнейшее образование и станет стажироваться у опытных наставников. Среди финалистов есть и представители Ямала Алексея Горпинченко из Нового Уренгоя. А в Ноябрьске в эти дни идет сражение за звание лучшего педагога года. Открытые уроки по математике и музыке, и мастер-классы от воспитателей детских садов. За победу борются 15 участников в трех номинациях. Как проходят соревнования и на что обращают внимание жюри, расскажет Ольга Тишинина. Рычат, кричат и корчат рожицы. Так начинает открытый урок музыки одна из участниц конкурса Елена Сашинская. Перед пением детям нужно хорошенечко размяться и потренировать артикуляцию и диафрагму. За всем внимательно наблюдают члены жюри и не могут сдержать улыбку. А педагог, кажется, совсем не волнуется, хотя этих детей она видит впервые. Это одно из условий задания. После распевки ребята наряжаются в платки и картузы. Уроки музыки у нас так не проходят. Мы слушаем музыку и читаем про какого-то отдельного исполнителя. Тут было как-то интереснее. Мне понравилось то, что мы играли на инструментах и были в костюмах. И еще что мы сначала размялись и попили чай. Елена Юрьевна мне понравилась, потому что она добрая и хорошая и хорошо руководит. Педагоги дополнительного образования участвуют в конкурсе раз в два года, поэтому ответственность двойная. Готовятся тщательно. Впрочем, Елена Сашинская говорит, примерно так проходят все ее уроки. А педагогический стаж у нее солидный – 39 лет. Конечно, волнение присутствует. Это абсолютно. Но все получилось. Это даже, наверное, лучше, чем я ожидала. Потому что дети были очень отзывчивые. И голос у них так проснулся. И эмоционально спели. Я довольна. А это уже соревнования учителей. На уроке про окружающий мир четвероклассники узнают о жизни и верованиях древних славян. Вместе с педагогом формулируют тему занятия, работают в группах и рассматривают карты. На все про все отводится 45 минут, поэтому учитель должен четко рассчитать время. Галина Назарова работает с детьми уже больше 20 лет. Была воспитателем. Сейчас учитель начальных классов. Я люблю свою профессию за то, что у меня есть возможность общаться с детьми. Дети дают колоссальную энергию жизненную. Они каждый раз новые, они интересные. Они такой заряд энергии дают, что, мне кажется, в другой профессии его нигде не получишь. Жюри оценивает учителей по 10 критериям. Ставят баллы за доступность изложения материала и его корректность. Смотрят, использует ли педагог разные источники информации и какая атмосфера царит на занятиях. Сергей Тихонов судит городские окружные российские конкурсы с 99-го года. Но до сих пор педагоги его приятно удивляют. Важнейший критерий – это, прежде всего, предметные знания. То есть, насколько учитель профессионален в своем предмете и насколько широк его кругозор. Год от года, как мне кажется, все-таки конкурс и качество подготовки к конкурсу, и уровень уроков, уровень методических семинаров, мастер-классов, он растет. И это очень радует. За звание лучшего педагога ноябрьска борются и воспитатели. В этом году в конкурсе участвуют пять специалистов дошкольных учреждений. И одно из заданий, которое им нужно выполнить – провести занятие с детьми, на которое отводится всего 20 минут. Например, здесь ребята будут изучать правила дорожного движения с помощью вот такого робота-пчелки. С малышами приходится, пожалуй, сложнее всего незнакомому воспитателю, труднее удержать их внимание. И когда удается, в этом и проявляется мастерство настоящего педагога. И это лишь часть испытаний. Конкурсанты проводят мастер-классы, методические семинары, педсоветы. Ну а кто лучше всех справится со всеми заданиями и станет педагогом года, станет известно 9 февраля. Кстати, параллельно идет интернет-голосование. Это отдельная номинация. Отдать свой голос за участников можно на странице Департамента образования ВКонтакте. Ольга Тишинина, Александр Паханов и Наиль Нафиков. Ноябрьск, 24. В центре занятости населения принимают заявки от женщин, которые находятся в декретном отпуске и хотят получить образование. Молодые мамы могут бесплатно повысить свою квалификацию или приобрести новую профессию. В прошлом году такой возможностью воспользовались 9 человек. Они повышали квалификацию по направлениям кадровое делопроизводство, оператор ЭВМ, повар 5-го разряда. Еще 4 женщины обучились по программе 1С-бухгалтерия. Важное условие участия в программе – находиться в отпуске по уходу за ребенком и иметь постоянное место работы. А вот форму обучения и курсы можно выбрать самостоятельно. Главное, чтобы их стоимость не превышала 17 тысяч рублей. В этом году пройти обучение смогут 6 человек. Мы даже начали уже программу, уже 2 человека проходят профессиональное обучение по дополнительной образовательной программе. Это кадровое дело производства и архивы документов по личному составу, дистанционно. Эта услуга оказывается аналогична услуге для безработных граждан. Женщина, либо мужчина, желающие принять участие в данной программе, становится на учет с пакетом документов, определенных документов, подтверждающих статус. И в дальнейшем мы определяемся с вариантами профессионального обучения. Уроки музыки, где не нужна нотная грамота. Необычный мастер-класс игры на ударных прошел в ноябрьске. Прозвучал оглушительно, в буквальном смысле слова. Наша съемочная группа тоже решилась постучать на барабанах. И заодно узнала, как игра на инструментах может довести до аритмии. Это даже не музыкальный мастер-класс, а скорее краткое руководство по жизни, где барабан – уникальное лекарство на все случаи. Будь то грустно, больно, страшно или наоборот, безгранично весело. Жаркие ритмы Африки, классическая балеро Равеля или же композиция в стиле рок. Разные ритмы, направления, техники. Кажется, барабан существовал испокон веков. Менялось только его предназначение. А вместе с тем, в совершении остановилась и конструкция. Меняются конструкции, меняются технологии, во-первых, звучания. Сейчас современный такой тренд – это взвешенная игра. То есть каждый сплав важен, каждый пластик в сочетании с каким-то стилем, с каким-то направлением. Все имеет очень тонкую настройку. Поэтому и от современного барабанщика требуется большое искусство исполнения. Евгений Забигулин бьет по барабанам уже больше 30 лет. Он преподаватель в детской музыкальной школе. Ударная установка познакомила его с руководителем школы рока Дмитрием Костроминым. Молодой человек попросил научить читать ноты, хотя до этого уже 8 лет играл на сцене. Чем доказал, что выбивать ритмом под силу человеку и без музыкального образования. Я прошел по многим инструментам, начиная с аккордеона и заканчивая уже непосредственно ударной установкой. Почему ударная установка? Потому что ударная установка – это один из самых сложнейших инструментов, я думаю. Работают все конечности, работают все нервные окончания, вплоть до кончиков пальцев. Ударная установка – инструмент для тех, кто бунтарь в душе. Взять палочки и бить, что есть мочи, представляя себя крутым барабанщиком. Собственно, для таких романтиков музыканты совместно и придумали мастер-класс, который планируют проводить на постоянной основе. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Практически, практически. То есть вот первые два удара уже были правильные. То есть сколько таких занятий нужно, чтобы я более-менее научилась играть и могла выйти на сцену? Это как раз займет где-то около полугода. Педагоги уверяют, для занятий нужно немного. Две палочки, а также пэт – так называют имитатор барабанов. Полтора часа ежедневных тренировок – этого достаточно, чтобы через год достойно сыграть свою партию. Поэтому мы и собираемся, чтобы объявить о том, что вы не просто пришли и посмотрели где-то там, а пришли и участвуйте в проекте. Вот самая главная задача, чтобы даже прорекламировать наш проект. Что приходите, и мы вам найдем именно применение. Что вы выйдете на сцену, что вы будете в ансамбле, где любой желающий может найти для себя, независимо от подготовки, найти и сыграть свою партию. Педагоги шутят. Тот, кто хочет играть на ударных установках, помимо слуха, должен иметь и крепкое сердце. Оно должно пульсировать в такт барабаном. А ритмия в этом случае вовсе не патология, а хроническое состояние тех, кто живет в ритме музыки. Елена Жаркова, Нейль Нафиков, ноябрь 24. Звуки скрипки в детской школе искусств. Здесь состоялся концерт победительницы дельфийских игр, студентки Московской консерватории имени Чайковского Ангелины Гвоздаревой. На вечер классической музыки пришли педагоги девушки, у которых она училась в ноябрьске, и воспитанники школы искусств. Ангелина исполнила шесть произведений. Среди них пятая соната для скрипки соло бельгийского композитора Жена Изаи, Гитана Фрица Крейслера, звучала также музыка Яна Сибелиуса и Генриха Эрнста. Как отметили преподаватели-скрипачки, талант девочки был заметен с ранних лет. Ангелина побеждала и становилась лауреатом не только российских, но и международных музыкальных конкурсов в Италии и Бельгии. А в этом году стала стипендиантом фонда «Талант и успех» при поддержке президента России. Концерты наших выпускников – это наша добрая традиция школы искусств. Ежегодно в период приезда ребят на зимние каникулы мы стараемся провести встречи с ними. Ангелина – наша выпускница, одна из самых ярких монахов, обучается в Москве. У нее хорошая перспектива исполнительской карьеры в будущем. В продолжении эфира прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Оставайтесь с нами.